Про Xeon слышали все, кто хоть немного интересуется компьютерами. Чудесные дешевые серверные процессоры с большим числом ядер, которые частенько догоняют современные дорогущие топы в бенчмарках. И самое главное, это цена. За 10 тысяч рублей ты получаешь и процессор, и материнку, и ОЗУ с охлаждением. За те же деньги не факт, что в своем городе получится взять схожий процессор, не говоря уже о целом комплекте. Казалось бы, вот он рай компьютерщика. Совита. Я говорю нет, лучше даже не пробуйте покупать Xeon. Давайте так, прямо сейчас ставьте дизлайк или лайк, если согласны с моим мнением, а посмотрев ролик, вспомните и еще раз его оцените. Может быть, все изменится. Даже несколько лет назад, когда Xeon начали активно появляться на десктопном рынке, они уже были достаточно компромиссными решениями со множеством подводных камней. Сейчас же, в 2022 году, когда и Intel, и AMD как из пулемета выпускают новые архитектуры, очень хотелось бы, чтоб так продолжалось и дальше, брать серверные процессоры десятилетней давности выкидывания денег на ветер. Но почему тогда во множестве обзоров Xeon продолжает показывать себя с лучшей стороны? О чем умалчивают многие каналы? И наконец, если не Xeon, то кто, чтобы недорого и быстро? Тема горячая, на связи МК. Сегодня мы размотаем процессор Xeon. Если хотите себе хороший, готовый игровой ПК, обратите внимание на серию игровых машин Mastero Ordo от спонсора этого выпуска интернет-магазина E2-E4. Компьютеры Mastero Ordo созданы геймерами для геймеров. В серию входят четыре машины. Каждая оснащена процессором Intel 12 поколения SSD на 512 гигов и 16 гигабайтами ОЗУ. Младшие модели имеют на борту видеокарты GTX 1650 и RTX 3050. Обе сборки подойдут для синглов и сетевых игр в разрешении Full HD. В средней модели используется уже RTX 3060, что позволяет замахнуться на разрешение 2К в современных ААА проектах. Ну а в старшей установлена RTX 3070 и процессор Core i5. Эта связка стабильно выдает больше 60 кадров даже в киберпанке. Mastero Ordo — это комплектующие последнего поколения, установленные прямыми руками. Сбалансированная конфигурация без узких мест и избыточной производительности. Стабильный FPS на высоких настройках графики, возможность заказать собственный дизайн корпуса и даже свою конфигурацию, включая цвет подсветки. А также приятный бонус в виде 3% кэшбэка на покупки в E2, E4. Компания работает уже 19 лет с хорошей репутацией и на своей сборке дает гарантию 3 года. До конца июля в E2, E4 действует акция «Кредит без переплат». Вы можете приобрести новый компьютер в рассрочку до 12 месяцев без лишних процентов и первоначального взноса. Переходите по ссылке в описании и выбирайте себе свежий ПК на сайте E2, E4.ru. И первый важный момент – не все Xeon дно. Переобулся! Если вы хотите взбодрить старый ПК, то Xeon для пользовательских сокетов LGA 1100 серии до сих пор хороший выбор. Да, возможно получить стабильное 60 FPS во всех тяжелых играх с ними не получится, но все еще это нередко отличная возможность за пару тысяч рублей вдвое бустануть производительность, особенно если у вас с какой-нибудь двухъядерный Core i3. И самое главное, большинство интеловских плат тех лет из коробки поддерживают Xeon, то есть каких-либо проблем в работе у вас не будет. Более подробно об этом мы уже рассказывали в ролике про апгрейд. Ссылочка будет в описании. Но вернемся к сборкам нового ПК на Xeon. Сейчас популярны комплекты на двух сокетах – LGA 2011 и LGA 2011 3 версии. Да, существуют более свежие LGA 2066 с процессорами на вечной архитектуре Skylake, но вот стоят они дороговато. За десятиядерный CPU просят 12 тысяч, а за топовые 18-ядерный Xeon и вовсе 40. И это полбеды. Китайских плат на LGA 2066 нет, а брендовые стоят еще как минимум двадцатку. Так что пока дешево собрать ПК на все еще достаточно актуальном серверном сокете не получится. А вот с LGA 2011 такой проблемы нет. Процессоры стоят дешево, и нередко восьмиядерный Xeon можно урвать за тысячу рублей. С платами аналогично – при желании можно уложиться в 6 тысяч рублей. ОЗУ стандарта DDR3 стоит дешево, да и ценник на стоковую DDR4 тоже не кусается. Казалось бы, вот она идеальная дешевая сборка. Но это не так. Для начала давайте приглядимся к самим процессорам. С десяток ядер не могут потреблять мало, поэтому неудивительно, что в среднем теплопакеты таких Xeon уходят за сотню ватт. Что это значит? Нужно уделять внимание зоне питания процессора. И бренды так и делают. Например, достаточно бюджетная плата Asus X99A для LGA 21.3 версии насчитывает 8 полноценных фаз питания. Что же мы видим у китайцев? Например, в красивой белой Machinist X99K9 на питание процессора идут лишь 3 задвоенные фазы. Такое допустимо для офисной дешевой платы, которую ничего мощнее Pentium никогда в жизни не увидит. Но когда речь заходит про горячий Xeon, этого катастрофически мало. Проблема еще усугубляется тем, что многие, дабы поднять низкую однопоточную производительность, прибегают к так называемому Unlock Turbo Boost, то есть позволяют всем ядрам процессора бустить до максимальной частоты, которая в обычном режиме доступна лишь одному ядру. Как это сказывается на росте потребления, и так понятно. При этом радиаторы машиниста легко греются под 85 градусов с 12-ядерным Xeon, а значит сами MOSFET жарятся при температуре выше сотни градусов. И с учетом того, что китайцы изначально берут далеко не самые качественные решения, остается лишь гадать через сколько месяцев активной работы вся эта радость пыхнет, и вы пойдете за новым ПК. Окей, давайте разобьем копилку и посмотрим на более дорогие платы, например, Хуананжи X99F3. Хуананжи — это как если бы Джиглипуф стал Виглитафом. Шесть фаз питания, две вертушки для их охлаждения, заявка на победу. Вы что думаете, тут китайцы не сэкономили? Первая ревизия этой платы вышла действительно неплохой и собрала положительные отзывы. А дальше китайцы стали мухлевать по-черному. Были MOSFET с током до 128 Ампер, ловите в новой ревизии MOSFET уже до 75. Был аудиочип Realtek ALC893. В новых ревизиях более простые чипы 880 серии. Вот и получается, что покупка такой платы — это кот в мешке. Приятно удивившись положительным отзывом годичной давности, вы реально получите плату ощутимо хуже при заказе сейчас. И может быть даже еще хуже, чем в отзывах, оставленных всего месяц назад. Китайцы вполне могут продолжить упрощать дальше компонентную базу, и открытие спора тут, очевидно, ни к чему не приведет. Ну что, теперь готовы отдать 9000 рублей за якобы топовый хуанан? Если вы думаете, что проблемы китайских плат заканчиваются железом, увы, вы сильно ошибаетесь. Краеугольный камень современных ПК — это софт. Даже под брендовые платы нередко обновления BIOS выходят десятками, исправляя всевозможные косяки и уязвимости. И то жалоб, особенно в случае с простыми решениями второго эшелона, более чем хватает. Так что глупо ожидать, что китайские подвальные платы поразят вас идеальной стабильностью работы. Но если в случае с брендами проблемы в основном идут при попытке увеличить какие-либо показатели, то хуананы и машинисты будут радовать вас проблемами даже в стоке. Стандартная ситуация — собрали ПК, открываете AIDA64 и хотите посмотреть, что там по температурам, а вместо этого ловите зависание компьютера. Почему? Все просто, любящие сэкономить китайцы распаивают на платах не серверные чипсеты, а десктопные. С ними худо-бедный Xeon работают, но попыткой снять показания температуры оканчиваются фиаско. Конечно, есть советы, как отключить мониторинг температуры платы, но вы действительно хотите этим заниматься. На этом веселье не кончается. Решили сэкономить и купить комплектующие не комплектом, а отдельно. Есть шанс, что не заработает ОЗУ. Да, даже стандарта DDR4, который является максимально совместимым. Все дело в том, что Xeon с китайскими платами отказывается дружить с 8-банковыми модулями памяти, и определить их внешне не получится. При этом модули с 16-банками работают исправно, а еще модули с 4-мя чипами точно не заработают. И да, чипы и банки это не одно и то же. Удачи в выборе. А ведь я описал только массовые проблемы, свойственные большинству китайских плат. Дальше у каждой хватает своих сюрпризов. Могут некорректно работать аудиовыходы без поддержки звука 5.1, могут быть проблемы со сном, проблемы с различными датчиками, такими как тахометры вентиляторов. Могут быть заблокированными для изменения некоторые важные для тонкой настройки параметры, такие как тайминги ОЗУ и еще ворох других проблем. Чтобы все это поправить, китайцы временами выпускают свежие BIOS. Есть и BIOS от энтузиастов. Стабильность у них такая, что на текущих платах чип BIOS располагается специально так, чтобы было легко подцепить к нему прищепку программатор. Надежно. Но окей, давайте представим, что вы смогли урвать себе хорошую плату ОЗУ и процессор, с программными проблемами тоже разобрались, ну или решили, что они вам не критичны за такие деньги. Пришло время играть и радоваться сборке, которая будет актуальна еще лет 5. Но это не так. Даже у 12 ядерных Xeon после анлока турбобуста уже есть проблемы с производительностью. И дальше будет хуже. Что с ними не так? Давайте разбираться. Во-первых, на такие системы не встанет официально Windows 11, так как такие Xeon имеют архитектуру в лучшем случае Hanswell, то есть 4-е поколение Intel Core. Конечно, вы скажете, что давно есть способы обхода и никаких проблем с установкой свежий Windows не будет, но этот момент уже показывает, что железо устарело и поддержки для него уже не будет. Это хороший звоночек, заставляющий задуматься, а нужен ли вам такой ПК, особенно если вы хотите много лет его не менять. Во-вторых, если вы взяли себе 10 или 12 ядерный Xeon, потому что в мультипоточных тестах он нагибает не самые старые Core i7 и даже Core i9, прекращайте мыслить ядрами в отрыве от архитектуры и частоты. Нужно понимать, что серверные задачи отлично распараллеливаются, поэтому Xeon как раз таки и делают с большим числом ядер, но достаточно низкой частотой. Пользовательские задачи и игры в массе своей параллелятся плохо, и им важна производительность на ядро. Вот и получается, что даже в случае с современными десктопными CPU, имеющими по 12-16 ядер, в играх это не дает никакого прироста. Тесты показывают, что уже на 6-8 ядер происходит выход на плато. Изменится ли что-то в будущем? Ну, с учетом того, что гейминг идет с упором на консоли, где ядер как раз таки 8 штук, очевидно, что до выхода нового поколения консолей толку от 10 и больше ядер в играх не будет. Поэтому покупка 12 ядерных Xeon для игр бессмысленна. А вот если мы посмотрим на важную однопоточную производительность, то тут у серверных камней все катастрофически плохо. Мешает старая архитектура по показателю IPC или производительность на Герц, Хансвелл отстает от Skylake на 10-20%. С текущими Elder Lake разница легко дойдет до 50%. Не забываем и про частоты. Если предел Xeon лежит около 3,5 ГГц, то вот современные камни легко бустятся на лишний ГГц, а это уже плюс 30% производительности. В реальных задачах одно ядро Xeon будет отставать от одного ядра современного Core 12-го поколения где-то на 70-80%. Разумеется, такая разница не могла не сказаться на геймплее в современных играх. Забавно смотреть, как обзорщики на YouTube прогоняют на Xeon Dot у CSGO и Fortnite вместе с хитами восьмилетней давности, такими как GTA V. Разумеется, тут каких-либо проблем нет. Все эти игры затачивались под железо еще слабее. Но что происходит в проектах свежее и тяжелее? Например, в Battlefield V. Казалось бы, Xeon ощущает себя отлично, выдавая больше сотни FPS в среднем. Но дело в том, что тут важен не сколько средний FPS, сколько отсутствие фризов. Именно они мешают комфортно играть. За этот параметр отвечают редкие и очень редкие кадры. 1.01 FPS Low. И тут оказывается, что ситуация достаточно печальная. Есть просадки даже ниже 30 FPS, что в шутерах недопустимо мало. Причем, что интересно, шестиядерный Core i5 на архитектуре Skylake таких проблем не имеет. И на нем просадок ниже 60 нет. Хотя, казалось бы, ядер аж вдвое меньше. Вот что чистота и новая архитектура делают. Еще печальнее ситуация в играх, которым нужен и однопоток, и многопоток, и быстрая память. Например, в них входит Total War Saga 3. Как вам 40-45 FPS в бенчмарке? И нет, упора в видеокарту нет. Она вообще прохлаждается, будучи загруженной всего на треть. Действительно, если мы берем игры 4-х, 5-летней давности или онлайн проекты, то решения эпохи Хансвелл или даже легендарного Сэнди Бридж вполне тащат. Но ведь мы хотим в новинки поиграть на только что собранном ПК. А вот с ними дела обстоят уже не очень хорошо. Десяток ядер не помогает, а вот низкая чистота и старая архитектура уже сказываются. Пока это просто фрезы и не особо сильные. Суровые геймеры на Хуананах это все стерпят. Но что будет через год-два, когда все разработчики игр откажутся от пас-ген-консолей и будут разрабатывать новинки только под текущие PlayStation 5 и Xbox Series, где стоят мощные восьмиядерники на Zen 2? Ответ, думаю, очевиден. И тут мы плавно подходим к третьей проблеме Xeon из Китая. Невозможность апгрейда. По сути, вы берете тупиковую систему, под которую, очевидно, давно уже не выходят новые CPU, а старые плюс-минус одинаковые, как я уже объяснил выше, апгрейд с 8 на 12-ядерный серверный процессор вам не поможет, так как частоты будут плюс-минус такими же, а такое количество ядер играм не требуется. Мало того, что уже есть проблемы в играх, которые в будущем будут только усугубляться, так еще и через год-другой придется продавать этот ПК и собирать новый. И нужно понимать, что в отличие от обычных Core и Ryzen, компьютеры Xeon на барахолках оцениваются дешевле и продаются дольше. Уверены, что хотите такой геморрой? Если ваш ответ нет, пора говорить о доступной альтернативе. Да, как многие догадались, речь пойдет про Ryzen. В отличие от процессоров Intel, которые даже спустя 7 лет после выхода стоят на Авито неоправданно дорого, решения от AMD очень быстро теряют в цене, даже если они были показаны всего несколько месяцев назад. Например, за свежий шестиядерный Ryzen 5 5500 на Али просят около 8-9 тысяч рублей. И при этом в играх с упором в однопоток, таких как Far Cry 6, он аж на 50% быстрее бустанутого 12-ядерного Xeon. Да, при этом серверный процессор обойдется вам дешевле, его можно купить за 2500-3000 рублей. Но, во-первых, помним о всех проблемах, описанных выше. Во-вторых, остальные комплектующие под Ryzen стоят не особо дороже. Хорошая плата на чипсете B450 выйдет в те же 5-7 тысяч рублей, ОЗУ тоже нужна DDR4 и быстрые модули тут стоят не особо дороже стоковых. Как итог, сборка на шестиядерном AMD будет дороже Frankenstein на Xeon от силы на 15-20%, но при этом уже обеспечивать ощутимо больше FPS и, что немаловажно, хороший запас на будущее. Ведь под AM4 есть и отличный восьмиядерный Ryzen 7 5800X, и его версия с увеличенным кэшем L3, и, возможно, даже этот сокет получит частичную поддержку Ryzen 7000 на свежей архитектуре Zen 4. То есть возможностей по апгрейду тут действительно много, и с учетом новизны текущих Ryzen 5000, такой ПК действительно будет тянуть все без кардинальной замены комплектующих еще лет 5. Если вы рассматриваете апгрейд, то Xeon с официальной поддержкой со стороны платы отличный способ продлить жизнь старенькому ПК, но если вы хотите собрать недорогой игровой ПК с запасом на будущее, то стоит пройти мимо хуанановых сборок с букетом как аппаратных, так и программных проблем. С учетом возобновления гонки и архитектур, старенький Xeon ощутимо проседает в так нужной для игр одноядерной производительности, что уже приводит к фризам, которые в будущем станут еще ощутимее, а апгрейда под LGA 2011 нет. Поэтому выход для экономичного геймера тут один – Ryzen. Стоят они дешевле, имеют сквозную поддержку через все чипсеты и версии архитектуры, что еще нужно для сборки ПК на долгие годы. Так что в данном случае действительно стоит немножко доплатить до процессоров AMD, это позволит ощутимо сэкономить в будущем и получить более приятный игровой процесс сейчас. Надеюсь, у меня получилось разложить все по полочкам. Жду вашей оценки и ваших комментариев. Самые интересные IT-новости читайте в наших сообществах в ВК и Телеграме. Ссылочки будут в описании. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. Еще увидимся. Пока.